всем привет девочки сегодня хочу разобрать всю свою косметику это у меня декоративная косметика хочу освободила вот такой вот шкафчик сюда в контейнер и все аккуратно сложить потому что у меня вот как то вот так вот но и заодно посмотрите сколько у меня косметики декоративной и ну в принципе я сама узнаю потому что бывает иногда думаешь вот этого нет вот этого нет а оказывается все есть девочки купила фикс прайсе вот такие вот контейнеры вот эти маленькие купила чтобы в них карандаши туши помады сложить может быть еще что-то вот и разложить все вот в этом ящике чтобы было красивенько большие контейнеры вот эти вот я купила для ванной комнаты хочу переместить уход из комнаты ванную комнату потому что так будет намного удобней умылся сразу же все нанес и вышел довольный а здесь получается умылся побежал прибежал убежал и вот это вот немножечко и я решила что мне так будет удобней ну попробую если неудобно будет любом случае всегда можно все переместить сюда еще я нашла вот такой вот контейнер у меня есть это у меня здесь спонжи лежали не обращайте внимание здесь немножко бардак это чай я пью вот спонжи лежали я покупала на алиэкспресс четыре штучки и буду сюда складывать спонжи от пудры вот давайте приступим и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, скульптором Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, поэтому у меня вообще, если честно, разный уход Нет такого, что у меня там все от одной компании Я не очень люблю, я много раз хотела Только буду одной компанией, только одним производителем Но что-то не нравится в одном производителе А в другом что-то нравится И вот так вот покупаю Думаю, это у всех так редко, когда бывает такое Губка, кстати, лежит, не обращайте внимания Это я пыль протирала Редко бывает такое, что люди используют полностью Одну компанию или один бренд Да, какую-то одну марку Вот, поэтому у меня разнообразие И мне это нравится Вот эта маска для лица Освежающая Так, с лимонами мятой Я брала в пробнике Мне пробник безумно понравился Взяла в полноразмерке Такое впечатление, что два разных продукта Не очень нравится Ну, такая питательная Обычно, но доиспользую Вот эта маска от Тианде Она, ну, честно сказать, тоже не очень понравилась Я не понимаю восхищенных отзывов Некоторые говорят, что от акне она помогает Кто-то говорит, что купероз убирает Кто-то еще что-то убирает К счастью, купероза нет Но просто акне она не убирает Вот На ней, в принципе, не написано Просто девочки говорили И еще кто-то, многие говорили Что она убирает постакне Такая классная Но ничего не убирает Поэтому до пользы покупать больше не буду Это от Icon Skin У меня с витамином С сыворотка стоит Нужно будет тоже допользовать Там еще прилично Я думаю, она не испортится Это сыпучий продукт Это у нас фитоэссенция Наверное, вот сюда Куда-нибудь надо ее поставить Чтобы не забыть Вот в этом отделении Это у меня осталось меньше половины Наношу ее на ночь под глаза И под крем Так Ну, это дневной крем с белым чаем Тысячу раз показывала Это от Faberlico Sioux Мне очень понравился крем Кстати, я посмотрела состав Не зря мне понравился Состав неплохой Тоник уже сказала Это сыворотка дневная А это сыворотка ночная У меня тоже осталось немножко Скоро буду ставить новенькие Вот, не знаю Вроде бы больше мне ничего не надо сюда Достаточно Ну, может быть, когда еще что-то буду добавлять Пока не знаю Если буду что-то добавлять Или полностью уход менять Могу вам показывать И мне, кстати, так удобнее будет Ну, а в это отделение Мы с вами поставим Тональные крема Почему именно сюда Я выбрала поставить Тональные крема Потому что Удобно, когда открываешь ящик Кстати, нашла маску очищающую Положу Использую когда-нибудь Вот Почему порешила Потому что Когда открываешь дверьку То есть, они будут стоять И я себе до этого делала У меня были два органайзера И я в один органайзер Слаживала косметику Ту, которой буду пользоваться В данный момент Здесь открыла Посмотрела И по сезону Бывает такое, что Когда, например, жарко Да, вот осень Тоже такая непонятная Либо холодно Либо жарко Либо влажность очень повышена То есть И не знаешь, да Тональный какой нанести Вот когда влажность повышена Хочется вроде что-то матирующее Потому что будет Или жарко Тоже вроде хочется матирующее По прохладнее Хочется что-нибудь такое Попитательнее И я решила В общем, все расставить красиво Чтобы просто Выбрать И все И сейчас мы будем смотреть Мои тональные крема Давайте начну с первого Это у нас От компании Тиандэ CC крем Здесь 40 грамм Честно, я тоже не поняла Хвалебных отзывов Я его Как только не пробовала наносить У меня никак не получается Он совсем ничего не перекрывает Кожу при этом Я бы не сказала Что он красивый делает Потому что дневной крем В принципе тоже Вот именно Тиандэ С белым чаем Тоже красивый делает Уже как бы И после Может его вместо Дневного крема Нужно наносить Не знаю В общем Я не знаю Пускай пока постоит Но скорее всего Если не буду пользоваться Может быть кому-нибудь отдам Если не отдам То скорее всего Придется выкидывать Потому что этот продукт Я совсем не поняла Ну по крайней мере Не для меня Почему не для меня Потому что у меня есть Его можно было бы Конечно летом использовать Да Но он мне жирнил кожу В холодное время года Мне как-то вроде Не очень хочется Хочется как-то Что-то наоборот Поплотнее Он как-то вроде Совсем легкий В общем Я пока с ним Еще не подружилась Попробую подружиться Но не знаю Получится у меня Это или нет Мой любимый Би-би крем Это от Из линейки Фреш Клейк Это тоже Компания Тиандэ Хорошо мотирует Хорошо подходит На летний период Сейчас ей пользоваться Уже не могу Потому что он мне Не подсушил от кожи Он ее сильно Как-то мотирует И мне это вообще Не нравится Вот эта вот матовость Уже на лице Хочется Чтобы просто лицо Блестело Поэтому я его отставила У него срок годности После вскрытия 12 месяцев Вот Но можно даже Чуть больше Поэтому я не переживаю Он мне весной В любом случае Уйдет Вот такой вот Тональный крем От Эвелин Это второй раз Я уже купила Но что-то Когда я первую купила У меня была упаковка Немножко посветлее Это какая-то темноватая упаковка Я не знаю Может они конечно Сменили упаковку Потемнее сделали Заказывала По-моему на Озон Либо я боюсь Что это подделка И совсем не пахнет Чайным деревом Вот Она вроде бы Пробовала Вроде не аллергии Ничего не высыпали Ничего не вызвала Поэтому пускай стоит Тоже да Использую Вот такой вот У меня еще Vivienne Sabo Покупала Весной Так как Здесь написано Легкая текстура Хорошо перекрывает Легкая текстура Невесомый на лице И так далее Действительно Все заявлено Он не окисляется Ничего Можете наносить смело Этот тональный крем Подойдет тем Кто любит Легкие текстуры То есть не любит Когда у них на лице Видит кто-то Ну что Видно что есть Тональный крем Вот Поэтому Вот этот могу Порекомендовать Тоже в принципе Классный Здесь 25 грамм По-моему Да Ну 5 грамм До 30 не хватило Ничего страшного Я тоже в принципе Доиспользую Там его Ну Больше наверное Половины Но Тональные крема У меня почему-то Долго расходуются Хотя я их использую Практически Каждый день Вот такой вот 8 пептидов Здесь у меня Половина Наверное Чуть больше половины Очень нравится Я его люблю Использовать осенью Это просто Превосходный продукт Летом Он мне жирноват Он сильно Блещу Я прям Очень сильно с ним А вот Когда наступает Немножечко Прохладно Он хорошо Кожу Кожа блестит С ним Красивая Холеная Вообще Очень нравится И здесь еще Кстати есть SPF 50 И тоже У меня Недавно появился Это От Catrice Тональный Тональный крем Здесь вот Такая вот Помпа Удобная Мне он понравился Честно вам скажу Я его Использовала Он тоже не окисляется Хорошо Выравнивает он кожу Но на видео Для видео Вот я его использовала Мне очень понравилась Моя кожа Именно на видео Вживую Смотрится Ну я видимо С пудрой Может быть Немножко Переборщила Вот Буду пробовать Его тестировать И в любом случае Не один раз Еще может быть Увидите его У меня в макияже И Там я вам Все подробно Расскажу Какой он есть Вот такой вот Консилер Я его ложу Это у меня Вот такой Вот От Фаберлик Здесь осталось Совсем немножко Я его доиспользую И буду ставить Вот этот вот Консилер Он в точности Такой же Они абсолютно Одинаковые Мне очень нравится Его Наверное Не поставишь Он не будет стоять Вот это Кстати плохо Может в уголочек О Прижался Ну пускай стоит И так Но посмотрите Гораздо удобнее Да Открываешь Смотришь И красота И еще У меня Два тональных Крема От компании Тиандэ Вот такие Вот с овечкой Они оба Подстраиваются Под тон кожи Один очень светлый Он прям такой белый И когда его наносишь Пока он не подстроился Он тоже белый А вот этот вот Он уже потемней Он дает на лице Такую розовинку Свежесть лицу прибавляет Но его нужно использовать Именно когда прохладно Когда Вот сейчас осень Ну как бы у нас Тепло Он жирноват Очень жирноват А вот на зиму Вот эти тональные Крема Просто классные Ну тоже пользуюсь Я всеми по чуть-чуть пользуюсь У меня нет такого Что кто-то Чем-то я не пользуюсь Ну и Кушон Закрытый И кушон Открытый Здесь у меня Вот прям на один раз На два раза Уже губка вся такая Здесь он Уже особо не отпечатывается Но по бокам Если набирать Можно еще набрать Поэтому он у меня Скоро уже пойдет В пустые баночки А вот этот вот Я буду открывать Все Больше у меня Тональных кремов нету Это все мои Тональные крема И то Ну вот этот вот Скорее всего Выкину Тиандэ Если не подружусь с ним И останется Меньше Я еще хотела Конечно От Катрис Попробовать У них какая-то Сыворотка вышла Тоже тональная С пипеточкой Если кто-то пробовал Напишите пожалуйста Отзыв Очень интересно Ну и давайте Спускаться вниз Здесь я решила Что у меня будут Лежать тени Потому что тени Тоже такой продукт Который Хочется выбирать Тоже по сезонам По настроению И так далее У меня теней Не так много У меня две палетки От Революшн Были еще Палетки от Фаберлик Маленькие Я их Поотдавала От Эвелин Вы ее уже Два раза Видели На видео Как не больше От компании Фаберлик Вот такая большая Мне она Очень нравится Здесь Она не сильно Пигментированная Но вот этой Пигментации Мне достаточно Для мюровых Макияжей Для дневных Вообще просто Классно Вот такая вот Палетка Мне ее как-то Давным-давно Кто-то подарил И мне здесь нравится Вот такой вот оттенок И вот золотистый Тоже Когда осенью Я люблю Вот эти вот Оттенки использовать Макияж Получается классный Напишите Можем с вами Сделать Такой вот Золотистый Макияж Осенью Ну Хайлайтер Здесь я им не пользуюсь Он такой С фиолетовым отливом Ну и две палетки От компании Тианде Их всего две В компании Тианде Тени у компании Тианде Просто шикарные Не пылят Тушуются Просто Один восторг Поэтому тени Рекомендую В компании Тианде Заказывать А вот Сиси-крем На любителя Наверное Ну Если вы пользуетесь Сиси-кремом Напишите Пожалуйста Как он вам Он скорее всего Подходит Не для всех Типов кожи Вот Поэтому Мне он И не подошел Может быть Для сухой кожи Он будет Просто Находкой Для меня К сожалению Нет Так Это у меня Пошли тени Которые Жидкие Вот это Если честно Я не помню Откуда она У меня Это подводка Золотистая Я ее Оставлю Потому что Будет Новый год И я люблю Какие-нибудь Блестючки На Новый год Ну И Легендарные Тени Это у нас Так Люкс Визаж Да Вот такой Вот золотистый Потом Матовый Вот такой Классный Оттенок Вот этот Нужно Сочетать То есть Он Коричневый С блестками Нужно На кисточку Наносить Аккуратно Втаптывающими Движениями Вбивать Вот этот Вот я его Соло Использую То есть Один Без всего И вот этот Он очень Светлый По-моему Шампань Не очень нравится Поэтому я его Практически не расходую Он как-то Какие-то Глаза мне делает Они мне не очень нравятся И вот Такие Рассыпчатые Их тоже Втаптывающими Движениями Они тоже Блестящие Видите Уже половину Израсходовала Ими я пользуюсь Исключительно Только на Новый год Начинаю Где-то С конца Ноября И заканчиваю В январе Может быть Начале Февраля Я их просто Вот так Вот Приставлю Больше Жидких Теней Покупать Не планирую Потому что Я ими Реже пользуюсь Мне как-то Не очень нравится Жидкими тенями Пользоваться Но вот Купила Те Которые нравятся Вот А больше Сухими текстурами Нравится Там Как бы Можно Немножко Разыграться Ну И на этом Мое видео Подошло К концу И если Вам понравилось Мое видео Обязательно Ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал Обязательно Пишите комментарии Хотя бы Смайлики Поставьте И мне будет Очень приятно Смайлики